Друзья мои, всем привет! Рада видеть вас сегодня на своем канале. С вами Ольга Придухина и сегодняшнее видео я хочу посвятить теме «Половая жизнь. Возможно ли после удаления матки?» Вопрос, к моему большому сожалению, встречается очень часто. К большому сожалению, из-за того, что действительно такая очень серьезная, радикальная операция и, к сожалению, некоторые женщины, но почему-то именно с каждым годом количество увеличивается, женщин, которые начинают по этому поводу очень сильно страдать, комплексовать и лишаются именно матки во время хирургического удаления по той или иной причине. То есть мы сегодня не будем говорить о причинах, а именно о том, как жить дальше после удаления матки. Потому что, безусловно, у женщины остается муж, семья и как дальше быть. Вообще ли невозможна половая жизнь или в каком, возможно, формате. Сегодня будем разбираться. Друзья мои, подписаны ли вы на мой телеграм-канал? Если вы еще не подписаны, обязательно переходите, подписывайтесь. Первая ссылочка в описании под этим видео. Обязательно подписывайтесь. Очень много полезной и очень нужной информации в моем телеграм-канале. Поэтому я каждого из вас жду. Ну что, друзья, давайте будем постепенно разбираться в этой проблеме. Действительно, по той или иной причине женщина сталкивается с очень страшным диагнозом. И порой вопрос стоит о том, чтобы сохранить жизнь женщины, ей нужно согласиться на удаление матки. И для женщины, конечно же, это определенная такая, мне кажется, очень серьезная психологическая травма. Женщина по этому поводу, безусловно, начинает переживать. Потому что для нее это репродуктивное здоровье, для нее это репродуктивная система. И, конечно же, она комплексует по этому поводу, что как она будет жить дальше. Да, женщина, возможно, уже не планирует именно беременности. Но вопрос закрадывается именно связанный с сексуальной, интимной жизнью. И вопрос этот не дает покоя. Многие, кстати, мужчины интересуются по этому поводу. Потому что когда их партнерша, женщина перенесла очень такую серьезную операцию, она очень часто отказывается от любых видов половых контактов. Потому что говорит, все, там, я не могу, там, я теперь не женщина и так далее. Поэтому в этой ситуации женщину нужно очень поддерживать. Потому что для нее это огромная такая вот серьезная травма, серьезная потеря. То есть если бы у мужчины удалили какую-то часть органов малого таза, репродуктивных тем более, для него бы это тоже была потеря. Потому что он бы считал, я не мужик. Почему я сравниваю? Потому что мужчины многие думают, да, что там ерунда. А ты же все равно беременность не планировала. Так вы тоже не планировали беременность, да, и детей. Но тем не менее, если случилась такая вот ситуация, то для вас это такая очень серьезная травма. Поэтому женщину, безусловно, нужно поддерживать, успокаивать, проговаривать многие вещи. Потому что на самом деле половая жизнь возможна. И очень многие женщины после удаления матки живут активной половой жизнью. То есть сама по себе матка, да, это орган, да, мышечный. Соответственно, гормоны он не продуцирует. То есть здесь речь идет о яичниках. Мы сейчас не говорим про тип операции, который был, произошло удаление яичников или нет. То есть если были удалены яичники, то там нужна гормональная терапия для того, чтобы восстанавливать гормональный статус. Мы сегодня говорим только про матку. То есть вот именно матка не выделяет никаких гормонов. То есть это именно мышечный орган, необходимый для вынашивания плода, да, и рождения. Это вот такой важный, да, фактор. Если мы говорим про удаление матки, то если вы вспомните матка, от нее идут трубы с яичниками, да. Дальше от матки вниз идет шейка матки. И дальше такой большой влагалищный карман, да, из эпителиальной ткани. Вот это именно влагалище. То есть такой карман. Поэтому есть операции, которые происходят с удалением шейки матки, да. То есть вот как по нисходящей идет тело матки и дальше шейка. То есть есть, когда полностью шейка матка удаляется, а есть операции, когда шейка матки остается и удаляется только тело матки. Тогда в таких случаях, в принципе, даже при осмотре влагалищно мы видим влагалищную часть шейки матки. То есть небольшую такую часть шейки матки влагалищную ее оставляют. Поэтому, в принципе, по ощущениям ничего не меняется. Соответственно, матку держат определенные связки, да, очень красивые связки, которые удерживают, чтобы все это так вот красиво очень смотрелось. Соответственно, когда матку удаляют, эти связки закрепляют, то есть шейка или без шейки. И вот этот влагалищный карман делают куполом, да, такой культей. То есть зашивают и, соответственно, подвешивают и вот эти связочки пришивают для того, чтобы был вот этот влагалищный карман, для того, чтобы женщина могла дальше жить половой жизнью. То есть, в принципе, я вам рассказала с точки зрения, как проходит операция, да. То есть вот именно этот карман остается, и поэтому женщине ничего не мешает жить дальше активной половой жизнью. Там еще есть момент психологический, о котором я сказала в самом начале. И больше как раз именно этот психологический момент будет мешать женщине. Не то, что там у нее какие-то ощущения, да, появляются, а именно психологический момент. Потому что ощущения, в принципе, будут абсолютно такие же, которые были раньше, ничего не изменилось, да. Тем более, если еще и сохранена влагалищная часть шейки матки. Поэтому, дорогие женщины, эта проблема, безусловно, серьезная. Эту проблему надо проговаривать и с хирургом, с которым вы будете, если вам предстоит эта операция. Если вы уже эту операцию перенесли, обязательно нужно поговорить с гинекологом, если нужно, с психотерапевтом, для того, чтобы вы понимали, что вы можете дальше жить активной жизнью, в том числе и половой. Друзья мои, если у вас остались вопросы, обязательно пишите их в комментариях. Если это видео было для вас полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Я всех очень жду. Также каждого из вас жду в своем телеграм-канале. Первая ссылочка в описании под этим видео. Переходите, подписывайтесь. И совсем скоро у нас будет прямой эфир, закрытый и доступный только для участников телеграм-канала. Поэтому каждого из вас жду.